Очень приятно, что вы согласились принять участие в нашей программе. Я как человек, сама немного относящийся к аюрведе, у меня, конечно, нет докторской, к сожалению, степени, потому что я слишком поздно начала практиковать аюрведу, и я всего лишь консультант и любитель, но тем не менее я очень громко так звучно анонсировала тему нашей программы как аюрведа – здоровье тела, ума и души. И на мой взгляд это действительно так, и я думаю, что Николай сейчас нам расскажет всё в подробностях, почему же аюрведа – это наука, и это не просто медицина, это не только наука о том, чтобы тело сохранять здоровым и сохранять молодость, но это также наука о чувствах, уме и душе, то есть это удивительная гармония всего нашего организма на всех четырёх уровнях. Вы со мной согласны? Николай? Да, да, я вас слышу. Вы со мной согласны, что аюрведа – это действительно здоровье тела, ума и души? Да, конечно, согласен, и хочу, может быть, сразу привести вас в некую гармонию, то что если вы хотите докторскую степень, то есть алгоритмы, которые спокойно позволяют каждому человеку, я думаю, её получить и, в общем, практиковать уже без каких-то оговорок относительно того, что он консультант или что. Главное, я считаю, цель и, в общем-то, двигаться в нужном направлении. Если что, обращайтесь, я расскажу, как это сделать. Замечательно. Я думаю, что мы с вами обязательно об этом поговорим, потому что это очень интересно. Расскажите мне, пожалуйста, как вот ваше знакомство с аюрведой началось? Я знаю, у вас потрясающая абсолютная история, я уже в курсе, но мне очень хотелось бы, чтобы вы её осветили нашим радиослушателям. Ну, моя история, она такая простая достаточно. Если говорить о каких-то воспоминаниях и рассматривать аюрведу как в целом науку о жизни, захватывающую все сферы жизни, йогу в том числе, то какие-то такие импульсы появлялись в моей жизни с раннего детства. В четыре года я начал, ну, мне мама показала, как заниматься йогой. В девять лет сестра научила повторять мантру, и потом как-то в жизни всё, какие-то этапы уже были. Знакомств с разными людьми, более там, ну, как раскрывались различные темы, интересные, ну, своего предназначения, или, точнее сказать, кем бы я себя видел, кем бы хотел быть. И так постепенно я рос, ну, не сказать, что как-то моя жизнь там отличалась от людей, от всех, да. И, в общем-то, она не какая-то выдающаяся и сейчас. И поэтому аюрведа, она мне нравится тем, что она очень простая. Вот основное, как бы, значение такой вот жизни здоровой – это простота. Аюрведа даёт понимание такого единения со всем обществом, которое тебя окружает, и приведение себя в гармонию. Ну, были какие-то у меня этапы в жизни яркие, которые бы хотелось, может быть, озвучить вот в рамках данного вопроса. Конечно, большую роль сыграла в моей жизни армия, там, где война. Армия и аюрведа? Интересно. Ну, я повторял мантру, когда уже меня призвали в армию. Ну, в то время я, как бы, пытался быть вегетарианцем. Но, наверное, тогда для меня этот вопрос стоял так же неостро, как он стоит и сейчас, спустя, как бы, 16 лет вегетарианства. На каком-то этапе я думал, что это очень важно. Но в какой-то момент, изучая глубже аюрведу и рассматривая тексты уже как-то беспристрастно, я увидел, что, ну, Бог, который дает нам эти знания, он лечит всех, там, и описывается, как каким мясом кого лечить, и из чего бульоны варить. И, в общем-то, такая вот острота проблемы у меня ушла. Ну, есть такие, да, бывают пики, там, какого-то дела, которым занимаешься фаматизм. Да, я совершенно согласна. Обычные люди, когда вегетарианство начинается, у них такой экстремизм проявляется, что вообще ничего и никогда. У меня тоже было это абсолютно такое же точно открытие, что некоторые болезни лечатся мясом и мясными бульонами. Более того, клиников, которые я училась здесь в Америке, ну, на консультантов, на консультантскую профессию, и я всегда интересовалась. Нас учили настоящие индусы, которые там с 4 лет были посвящены, то есть настоящие в Адии. И я у них спросила, а вы мясо сами едите? Ну, мне мой профессор говорит, ну, в общем, я могу даже иногда это сделать. То есть он не чистый вегетарианец. У меня просто открылись глаза в свое время на это. То есть это скорее вопрос философии, да, и духовного развития, чем именно Эрведа. Эрведа не запрещает мясо ни в коем. Да, ну, я как бы и не ем, но мне легко от этого, да, самому. А те, кто ест, ну, я могу порекомендовать там в рамках Айурведы, как им легче жить. Вот, и в армии там я пытался быть вегетарианцем месяцев 5, наверное. Ну, потом понял, что здесь как бы мне все можно, потом разберемся. И, в общем-то, так и случилось, что после армии я уже отказался от всего, что там было вредно. Ну, определенный отпечаток оставило чеченские события, и был какой-то, ну, может быть, легкий стресс. И, соответственно, это еще больше подтолкнуло меня на поиски какое-то вот такое умиротворение от армии. Я поступал в ВУЗ, в бухгалтерский учет и аудит, там, в университет. Потом после армии перевелся на Юрфак, ну, перепоступил. Потом, ну, я общался с друзьями, и сейчас общаюсь. Астрологи, аюрведы занимаются китайской медициной, и они, в общем-то, посоветовали или как вдохновили сходить на лекции к Тарсунову. Ну, и я пошел. Это было в 2001 году. Мне очень понравилось. В общем-то, с этого я познакомился с аюрведой. Не могу сказать, что с этого времени я познакомился с ведами, потому что и ранее их как бы знал. Но само направление аюрведы, я читал об этом у Рерихов как раз вот перед этим знакомством. Там они тоже писали, что это важно. Ну, и тут как бы такой вот был толчок еще. Ну, соответственно, я начал ее изучать. Даже на какое-то время оставил Юрфак на год, академию отпуска. Потом я, правда, еще перевелся на международные отношения, закончил их. Параллельно уже учился в Индии и, соответственно, практиковал вот с 2004 года в Сочи. Здесь меня пригласили в оздоровительный центр аюрведический. А то есть в Сочи с 2004 года уже был аюрведический центр? Как интересно. Да, был уже. Ну, подождите, расскажите лучше вот про Индию. Вот эта вот история, я ее у вас читала в вашем блоге, в Инстаграме. И я настолько была воодушевлена вот именно то есть волшебством той истории, как вы встретили своего индийского гуру. Ну да, я люблю самостоятельность. Это, в общем-то, любовь переросла уже в некие такие рекомендации, назидания. Вот у меня есть люди, которые обучаются аюрведе, ну или берут какое-то направление, и я все время говорю о самостоятельности. И самостоятельность, с одной стороны, открывает большие двери для человека, с другой стороны, может испугать людей. Всегда хочется идти за кем-то, идти по тропинкам уже протоптанным. Но интереснее гораздо идти по непролазным джунглям. И однажды я посмотрел фильм аюрведа «Искусство жизни». Там показывались разные мастера. Мне запомнился Нарайан Амурти. И у меня, знаете, как иногда бывает, вдохновение такое, вот это надо, и прям душу рвет наизнанку, что вот обязательно это надо сделать. Я понял, что мне надо ехать к нему. Ну, я там узнал, в каком он районе находится, Индии, там на юге. Потом через интернет связался с людьми, с которыми познакомился. Впоследствии они мне подсказали, что да, где-то тут такое есть. И потом потихонечку дошло до того, что мы с моим другом детства, который болел раком спинного мозга, решили съездить. Ну, мало ли, его выписали, там уже из больницы, домой умирать. И мы решили съездить. Поехали и нашли этого учителя, ну, как учителя, этого Вайдио, целителя. Он, когда мы приехали к нему на такси в глухую деревню, там, ну, несколько домов. Это был неприемный день. Он был один во дворе, стоял там, поливал свой забор, который ему недавно построили. Ну, видимо, чтобы от жары не развалился. И он нас встретил радушно, достаточно спросил, как дела, там, узнал, с чем мы приехали. Сказал, ну, сейчас я подойду. И вот он ушел, я так понимаю, в джунгли, нарвал каких-то растений, принес жменьку, там, дал бутылку полтора литровую своего варева. И сказал, вот это вот тогда-то принимайте, это тогда-то. Будет понос с кровью, рвота с кровью. Ну, ничего страшного. В общем, это процесс такое лечение. И налил сразу этой жидкости стаканчик, ну, там, поскольку пить. И тот выпил, мой друг Валера. И мы сели в машину уже потом, и поехали назад. И я заснул сразу, там, я на переднем сиденье, а он с мамой сидел со своей на заднем. Я проснулся через полчасика, а они там плачут от радости. Слезы на глазах. Я говорю, ну, в чем дело? Они говорят, да вот смотри, а у него ноги были, ну, как-то вот сведены, да, колени. Одна на другую залазили. А после того, как он выпил эту штуку, он их смог раздвигать. Они расслабились у него полностью. Ну, и, в общем, это они радовались, плакали. Через, они три месяца там пробыли, путешествовали по Индии. Вот, ну, суть в том, что рака нет. Пили это зелье. Ну, и, в общем-то, я понял, что это работает. Причем, ну, наверное, в том пространстве, в котором я жил, какие-то проблемы с раком, они всегда вызывают какое-то вот непонятное чувство. А здесь я увидел реальный пример решения. Плюс ко всему я там познакомился с людьми, ну, с его пациентами, а там их тогда было тысяча человек в день, а сейчас уже… Тысяча в день. Да, тысяча в день. А сейчас я последние разы ездил, до двух тысяч человек в день доходят. Очередь такая очень длинная, и вот он всех их принимает достаточно быстро. У него несколько, ну, как этих, рецептов, ну, порядка там десяти-четырнадцати, может. И он им, ну, их дает. То есть он дает кору, а на выходе, ну, там растения, а на выходе сын или помощник дает уже рецепты, по которым люди их готовят. И они очень быстро проходят. То есть там человек подходит и говорит, у меня там болит живот. Он говорит, как это проявляется? Вот, на тебе, иди. И вот так вот такое вот идет вереница. И, ну, соответственно, я там на все это посмотрел, пообщался с людьми, которые выздоравливают, очень вдохновился их историями. И, ну, снова у меня такое чувство душераздирающее изнутри. Думаю, надо учиться у таких людей. И я подошел к нему, уже в следующий раз приехал отдельно и говорю, что я хочу учиться, ну, через переводчика, потому что он понимает только на своем специфическом диалекте индийский язык Канада. Да, я вот фильм смотрела, и я помню, что он по-английски не говорит. Да, да, у него там свой язык Канада. Ну, вот это наречие индийского. И, в общем-то, ну, я там пытался с разговорником с ним разговаривать, но всегда там есть какие-то люди, которые английский понимают. Вот, ну, как-то мы общались. И, в общем, он сказал, что засмеялся и сказал, что, ну, хорошо, только ты научишься, когда не продавай, ну, как бы, не делай это за деньги, а он это делает без какой-то оплаты, бесплатно полностью. Ну, там стоит у него ящик для пожертвований, но, в принципе, он никого там не заставляет туда что-то класть. Вот, и это происходит уже более 30 лет. То есть, у него там, ну, где-то то ли 14 поколений, как бы перед ним вот этим занимались, и он это передает дальше своему сыну. Очень интересный человек. Ну, наверное, вот там я как-то реализовал или увидел такое бескорыстие. Пример очень хороший. И я ему пытался дать пожертвования в какой-то день, кроме четверга и воскресенья, в который он принимает. Ну, это день Юпитера. Да, как раз сегодня у нас. Да, да. И день Солнца. И вот он принимает именно в эти дни, в самые благоприятные дни. И я ему как-то в среду там пытался дать пожертвования. Он, ну, я так приехал к нему, просто там какую-то кору взять для людей попросили. Вот. И он сказал, нет никаких пожертвований сегодня, ни четверг и ни воскресенье. И так и не взял, даже не позволил в ящик этот ничего засунуть. Вот. Ну, и, соответственно, я к нему ездил там раз девять, наверное, потом после этого. Очень вдохновлен. Мы ходили с ним. Жили там, да? Ну, я не прям у него там жил. Останавливался рядом. Там есть город Шимога в 60 километрах. И еще есть город Сагар. 14 километров оттуда. И я вот в этом Сагаре однажды остановился. Ну, там как бы это был мой первый и последний раз, наверное, когда я там остановился. Я там клопов поймал. Это было лет там 6 назад. До сих пор остались вот эти укусы там на ноге. Ну, жуть, короче говоря. Лучше останавливаться в нормальных гостиницах, где-то в других городах. И приезжал к нему, ну, там, на день. И потом вечером уезжал. У него и племянники там, и сын. Все ему помогают. Он сам ходит по, ну, в среде недели в джунгли, собирает вот эти растения. Кору, которые он потом и раздает. Варит вот своим кашаи там вот эти смеси. Вот. И, в общем-то, очень интересно. Он идет, я за ним там или с камерой, или с блокнотиком. Он там собирает растения. Я спрашиваю, какие болезни он перечисляет. Я спрашиваю, как называется растение. Он называет. Ну, и, в общем, так мы. Я там составлял гербарий, снимал на видео. Таскал эти мешки, там, рубил эти деревья, ну, кору. Катался на лианах. В общем, было интересно. Ничего сказать не могу. Это такой хороший период в моей жизни, который, в общем-то, для изучения аюрведы очень важен. Потому что часто, ну, по крайней мере, по себе могу сказать, какие вот периоды проходишь. Кажется, иногда аюрведа – это какая-то гонка, в которую надо включиться и стать совершенно каким-то другим человеком, который там встает постоянно в какое-то время, постоянно ест какие-то продукты в какое-то время. Там вот, ну, неправильное, как бы, это все ощущение. Потому что, пообщавшись с такими вот людьми, которые, можно сказать, бриллианты в вот этой всей короне, таких вот целителей, понимаешь, что аюрведа – это такое знание, которое возвращает человека к очень простой жизни. Когда ты перестаёшь пытаться что-либо контролировать, но сама по себе вот эта парадигма, ну, которая складывается от изучения, она позволяет человеку быть именно в такой вот гармонии в жизни, когда нет гонки, когда нет никакого напряжения, и в то же время, когда всё хорошо складывается. И, в общем-то, это очень важно. Мне очень нравится постулат, что аюрведа – это даже не наука о жизни, да, мне кажется, это наука о достижении счастья. Это такое знание, которое позволяет именно стать счастливым. Я вот, когда начала этим достаточно сильно увлекаться, сначала вот именно как классический перевод, да, аюрведа – знание о жизни, да, но потом у меня вот это осознание вдруг неожиданно пришло, что, на самом деле, это то, как достичь вообще счастья в этой жизни. Именно через успокоение ума, через здоровье тела и через достижение гармонии себя и окружающего мира. Это именно вот об этом, мне кажется, больше всего. Спокойствие – это базовый принцип. Ну, как бы, когда человек спокоен, то та энергия души, которая у него есть, ну, то есть он, которая является, она распространяется шире, ну, во все ткани тела, во всё-всё-всё, через спокойный ум проникает везде, и человек ощущает вот это подлинное своё счастье, которое у него есть. Как только человек начинается беспокоиться, всё это, как вода, рябит, и дна уже не видно. Вот то же самое. То есть просто нужно быть спокойным. Да, ну, когда люди живут при нашей жизни современной, да, почему у нас у всех практически людей, особенно кто живёт в городах, да, вата в доше из дебаланса, выходит, потому что мы все беспокойные. И, конечно, когда ты человеку, который всю жизнь там живёт, например, в Москве, я вообще из Москвы сама, коренная москвичка, хотя сейчас живу в Калифорнии, а ты говоришь о том, что нужно как-то куда-то переехать там, где меньше людей живёт, да, просто потому что ты сразу станешь счастливой, ну, на тебя смотрят как на ненормального. Ну, вот вам повезло, вы живёте в таком чудесном месте, с потрясающей природой, и мне даже кажется, что вот именно аэровидический центр в Сочи это намного гармоничнее, чем в крупных городах, хотя Сочи, наверное, большой всё-таки город, надо заметить, да? Ну, вы знаете, то место, в котором мы живём, это вообще, ну, и где у нас центр находится, это даже не тот Сочи, который можно себе представить. Это у нас первая береговая линия, огороженная территория, охраняемая территория, не густонаселённая территория. Здесь очень спокойно и, ну, суперсовременно, можно сказать. Все, кто сюда приезжают, мои друзья, там, знакомые, родственники, даже незнакомые с ведическими какими-то терминами, люди говорят, что здесь полное умиротворение и, в общем, счастье. Кто там может сказать как-то, ну, какими-то терминами, говорят, что здесь шаньки и сатва. Вот такое место очень приятное. И когда мы выезжаем в Сочи, что бывает крайне редко, ну, там, по делам каким-то, то мы планируем эту поездку, ну, раз в три месяца и, в общем-то, возвращаемся сюда, вот в эту олимпийскую деревню, где мы находимся, как, действительно, в какой-то ашрам. Такой вот спокойный, умиротворённый и, в общем, всё в порядке. Вы прямо в самой олимпийской деревне? То есть сейчас, конечно, Сочи гремит на весь мир. Даже здесь, в Америке, естественно, все знают, где Сочи после российских олимпийских игр. То есть вы прямо на передовой в самом-самом современном месте. У нас с балкона видно олимпийские объекты. Скажите, пожалуйста, Николай, а что в вашем центре, какие услуги можно получить? И вообще, ну, я так понимаю, что панчикарму, наверное, в первую очередь, да? Да, мы... Специализируетесь больше всего на панчикарме, наверное, да? Да, мы делаем акцент именно на панчикарму. И на основе неё уже разработали различные виды процедур. Отжас, например, снижение веса, подготовка к зачатию. В целом, всё это описано в Чаракасамхите, в других произведениях, в первоисточниках. В основном, ну, это имеет какую-то ценность. Мы просто взяли оттуда всё, что есть, составили процедуры и, в общем, проводим. Результаты хорошие. Да, результаты всегда замечательные. Мне кажется, что именно то, что у вас там такой климат замечательной природы, это тоже определённая... Потому что вот я всё время думаю, вот как в Москве на панчикарме. Не, ну, это, конечно, приведёт, какую-то пользу принесёт, но, с другой стороны, здесь же очень важно ум успокоить. То есть очень важно именно пребывать в гармонии с внешним миром. Когда ты три часа там полежал на какой-то процедуре, да, а потом вышел в пробку и всё, и у тебя, в общем, весь эффект от лечения, от этого очищения он проходит. Поэтому очень важно, я всегда рассказываю, говорю своим знакомым, своим клиентам, говорю о том, что не пожалейте и поезжайте куда-то, чтобы именно это получить вот у мастера и в каком-то таком месте, которое создать для вас определённую среду. Это очень важно. Вы согласны? Согласен, конечно. Ещё Карл Маркс заметил, что бытиё определяет сознание. В целом это справедливо. Если вы выходите на природу или выезжаете, то чувствуете, какая гармония наступает. Ведь тело и окружающий мир имеют лишь условные границы. По сути дела мы состоим из одних и тех же частиц, как в Шримадбагово там говорится, что весь этот мир состоит из одного и того же. Просто разумные люди это могут понять, изучая. А менее разумные люди, которые не изучают это, они видят различные объекты. И поэтому постоянно в беспокойствах находятся, потому что видят какую-то разницу и пытаются сделать выбор. Изучение аюрведы, даже мы говорим о теле, уме и душе, образование, знание, это такой же материальный элемент, как и масло, которое втирают в тело. Хорошее масло втираешь в тело, а тело реагирует позитивно. Точно так же знание. Это такой же материальный объект. Просто мы его, может быть, не ощущаем пальцами, и как-то тепло не ощущаем. И мы его не видим. Но мы видим воздействие на свое сознание с помощью знания. Кто слушает сейчас, каждый может заметить, что именно то, что он изучал больше всего, то, что ему говорили. Кто-то бухгалтер, кто-то юрист, кто-то, может быть, ничего не делал, не изучал. Ну, неважно, кто-то какие-то вещи изучает, кто-то английский изучал. Сейчас его тело что делает? Оно реализует те знания, которые он в него вкладывал. Кто-то говорит на английском, кто-то на немецком, кто-то говорит аюрведу, рассуждает об аюрведе. Почему я рассуждаю по аюрведе? Да потому что я напитал свое тело этим, сознание. Кто-то там о праве рассуждает, кто-то еще о чем-то. Неважно. Просто я хочу показать, что знания, которые мы в себя вкладываем, материальные, и они определяют вектор нашего дальнейшего действия. Поэтому очень важно изучать те знания, которые помогают человеку научиться отделять дух от материи и, в общем-то, все объединять в этом мире. Это самое главное, я считаю. Аюрведа помогает это делать. Я с вами совершенно согласна. Более того, я вот тут дополню, тоже один из моих профессоров, удивительный мастер, наследственный Вадья, он нам рассказывал, что он занимается аюрведой, углублением своих знаний каждый день. Скажем, ему было лет 45, когда я с ним встретилась. И он сказал, что он, тем не менее, учится и занимается. Он каждый день у него в его режиме дня, в его диначарии, в рутине его, есть время, место для того, чтобы он день изучал какие-то древние тексты, читал современные статьи, исследования. Здесь, в принципе, в Америке очень большое количество разных материалов. И он сказал, что если вы хотите быть настоящим знатоком, вы должны найти время для того, чтобы каждый день этим заниматься. Потому что это очень важно, не останавливаться. И только в этом случае знание будет работать для вас. Мне кажется, это очень важно. Это как электроэнергия. Абсолютно. Пока утюг включен в розетку, он греет. Как только перестал, то он, конечно же, утюг, но уже не греет. А так как знание, ну и вообще вот это все поле, да, вот, вселенной, ну или как ее назвать, вся эта материя, она едина, то человек, который постоянно изучает, что-то, то как бы информация невидимая, да, о нем, она распространяется, и Бог, который, ну, есть все и находится в сердце каждого, он там дает знаки людям, что нужно вот к этому специалисту ехать там, или еще что-то, ну, понимаете? То есть этот мир, он начинает работать по-другому. Как только вы становитесь специалистом в какой-то области, то люди сами начинают к вам обращаться. Я помню, в Индии есть такой специалист, Анмайга Свами. Да, я знаю. Вот, мы у него были, и я спрашивал у него, ну, мы там проходили панчекарму, я немножко подсматривал, как все это делается, и я у него спросил, как, в общем-то, он немного старше меня, ну, там, на несколько лет, и это было в 2008 году, и у меня уже были попытки, ну, там, сделать свой кабинет, свой центр, и я смотрел, что у него все работает, в общем, его клиника там процветает, и я прямо его спросил, вот вы немного старше меня, но у вас такой вот клиника, все процветает, скажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы, ну, вот мне лично, чтобы у меня тоже, там, может быть, к вашим годам такое было, и он мне сказал, что, он очень мудрый человек, надо отметить, он мне сказал, что сначала погрузи себя в знания, и перечислил книжки. До этого я, надо сказать, ну, как-то изучал Аюрведу, но это для меня было, я там слушал, ну, где-то читал какие-то книжки, комментаторов больше, ну, вот он мне перечислил первоисточники, сказал, погрузи себя в знания, когда получишь знания, появятся силы, когда появятся деньги, силы, появятся деньги, когда появятся деньги, ты сделаешь все, что хочешь, и я скупил все первоисточники, которые там нужны, и вот не изучал ничего другого, просто первоисточники, и какая сила в этих первоисточниках содержится в этих знаниях, Я заметил буквально через 2-3 месяца, уже через это время, ну там люди начали звонить, спрашивать, как там что-то сделать со здоровьем, потом еще через какое-то время уже я читал лекции дома по Аюрведе, ну там рассказывал, что я прочитал. Вот, причем деньги за это не брал, люди сами засовывали там в книжки куда-то, прятали пожертвования и через какое-то время я понял, что уже денег достаточно для того, чтобы открыть свой центр, ну кабинет и в общем прекрасно его открыли и начали заниматься. Соответственно, очень, ну как бы если вы чем-то занимаетесь и хотите достичь какого-то результата, то нужно, и вы не можете его достичь, то надо обратить внимание на то, что вы изучаете. Потому что много книг по Аюрведе, много всяких лекций там и всего-всего-всего, это все может не работать. Если вы хотите изучать Аюрведу, берите первоисточники, просто вот есть Чарака Самхита, Сушрута Самхита, Аштанга Хридая Самхита, различные Ниганту, различные там книги, которые действительно являются такими, которые прочитаешь, в них мало написано, но там концентрат. И когда вы это понимаете, ощущаете все это, это раскрывается в голове, эти семена, вы чувствуете силу, на которой вы начинаете говорить на языке, на котором говорили мудрецы того времени, писали, все это создавали, такая божественная, можно сказать, сила. И вы чувствуете, что вы можете, что можете применить это в своей жизни. Причем даже не то, что можете, а вы понимаете, что это уже в вашей жизни происходит. Да, вы начинаете точно применять это все, я с вами согласна. Я вот сейчас читаю Абхаву Пракашу, у меня прямо вот сейчас передо мной лежат два тома Абхаву Пракаши, и я заметила удивительную вещь, потому что там, я, к сожалению, с Англией-то не знаю, читаю на английском, и вроде бы шло-ка, ну, там, два-три предложения, иногда все это в одном предложении, ну, через запятую какое-то перечисление идет, но у меня удивительный эффект, то есть у меня такое ощущение, что включается сознание в какой-то момент раз, и происходит понимание. Это такое действительно чувство, поэтому, конечно, ваш совет, он неоценимый, я с вами совершенно согласна. И я хотела, знаете, что спросить, вот я знаю, что вы джойтиш тоже любите, джойтиш я поясню для наших слушателей, кто, может быть, не знает, хотя у нас очень продвинутая аудитория, это ведическая астрология, индийская, да, которая практикуется в Индии. Вот вы свое предназначение же изучали, да, вопрос, естественно, вот как у вас, вы считаете, то есть вы сейчас на своем месте, вам джойтиш и Айрведа помогли найти свое место, именно то, чем мы должны в этом мире заниматься, в этой жизни, да, в этой реализации? Ну, я считаю, я считаю, помогли, да. Я снова же вот вспомнил, когда приехал к Танмаюга с вами, он посмотрел мой городок. Ты тоже астролог, очень хороший, я знаю, что мне его тоже рекомендовали. Он посмотрел мой гороскоп и сказал, оставайся в моей клинике главным врачом. Я сказал, ну, у меня немножко другие планы. В общем, это, я вам скажу, было не один раз, ну, вот такие предложения. Вот, потом, ну, в своем, как бы, гороскопе, да, там я разбирался. Ну, наверное, кроме Луны в первом доме и Юпитера в экзальтации, похвастаться больше нечем, и то, ну, там, с определенными условностями. Вот, но в целом могу сказать, что какое-то удовлетворение от реализации тех знаний, которые есть в гороскопе, можно почувствовать при определенных условиях. В частности, есть знания, которые, наверное, немного выше, чем астрология, да, вот, они являются такими принципиальными знаниями, фундаментальными, можно сказать, о целях жизни человека. Ну, есть, как вы знаете, пять целей. Дхарма, арт, хакама, мокша, према. Пять целей человеческой жизни. Соответственно, они достаточно просты для понимания. То есть, что такое дхарма? Это, ну, по сути дела, образование. И, знаете, это универсальные законы. Чтобы следовать дхарме, не надо следовать той индийской дхарме или там дхарме Баратаварши, которая раньше была. Дхарма – это просто следование вот в этом потоке, в котором ты сейчас находишься. В рамках законов той страны, в которой ты находишься. Понимаете, о чем я? То есть, в рамках тех специальностей, которые есть. Что такое дхарма? Дхарма – это образование, которое ты потом можешь применить и процветать. Научился там быть юристом, аюрведистом, экономистом. Это и есть дхарма. То есть, дхарма – это то, что удерживает, поддерживает, как рельсы. И, соответственно, ты просто получаешь это образование. Не надо фантазировать, что дхарма – это там вот сейчас мы пойдем гурам и там ко всяким колдунам и узнаем, что такое дхарма. Просто дхарма на нашем обычном языке понимания – это то образование, которое человек получает. Оно естественным образом получается для того, чтобы что? Чтобы была ардха. Дхарма, ардха – богатство, процветание. Соответственно, нормальная дхарма ведет к нормальному богатству. Потом это богатство как-то реализует человек, получает каму, наслаждение. И уже когда объелся пироженок, который больше всего любишь, понаслаждался, и они тебе уже надоели, то вот это называется мокша. То есть, ты свободен от всей вот этой вот мишуры, которой твои дети еще хотят наслаждаться. Получил освобождение от вот этих всех привязанностей. Ну и, соответственно, когда тебе уже нечем заняться, ты уже свободен от вожделения и других каких-то наслаждений, то, соответственно, ты можешь любить божественный, ну, бога. Настя, я прошу прощения. Я хочу еще добавить. Я очень хорошо знаком с доктором Танмай. Я был у него неоднократно. Я его принимал у нас даже. И мы с ним общаемся, в общем-то. Вы знаете, вот если по поводу дхармы, я когда был первый раз в Индии, ну, мне так повезло. Я узнал свою тарму, это предназначение, можно перевести именно таким образом. Так вот, когда мы беседовали с доктором Танмай, он говорил, и я, так сказать, и сейчас это тоже применяю. Мы что-то делаем для чего-то. Вот у нас есть предназначение, это все соответствует, естественно. И благодаря этому предназначению, зная свое предназначение, мы пытаемся делать, работать и жить так, как нам положено жить. Так вот, если говорить уже о докторе Танмай, то он в первую очередь врач во многих поколениях, кстати. А в то же время он очень хороший, действительно, потомственный астролог. Кстати, его отец живет в другом городе, он-то живет, Танмай живет в Удупе, а отец его живет в другом городе и является очень известным, будем так говорить, проповедником. Так вот, Танмай сказал такую фразу, она мне запала. Я не имею права приступить к лечению своих пациентов, пока я не сделаю им гороскоп. То есть, вот что-то для чего-то, он знает о том, что это ему помогает. И для него знание человека с точки зрения астрологии, это просто помогает ему в лечению. Ну, мне кажется, это достаточно справедливо, как вы думаете? Я согласен, я тоже применяю астрологию, но не могу сказать, что во всех случаях. Просто, ну, мне кажется, у меня есть свое какое-то ощущение относительно того, когда посмотреть карту. В целом, я никогда не против, но иногда бывают очевидные какие-то вещи. А иногда, вот у меня был случай, девочку привели с ДЦП. И есть разные разделы астрологии. Один из них – прашна, когда задает вопрос, и, в общем-то, ищешь ответ в ведах на конкретный вопрос, когда он задан. Танмайга с вами использует дева прашную, это с ракушечками, когда. Ну, вот, если вы видели, я ее тоже использую. Ну, пользуюсь также и таким классическим методом, когда можно посмотреть в гороскоп на момент задания вопроса. Так вот, когда об этой девочке спросили, ее родители я посмотрел, и в таком произведении, как Дайвигьяна Валабха, которую написал, ну, я вспомню, скажу, там было написано, конкретно вот на эту комбинацию планет, что пока будут делаться там процедуры, усилия какие-то, то болезнь будет отступать. Как только прекратится лечение, то симптомы болезни вернутся вновь. И, в общем-то, так и было, пока мы проводили процедуры, девочка уже даже начинала пытаться ходить, а потом, когда заканчивались, она снова впадала в такое свое состояние с пастик. Поэтому могу сказать, что да, астрологию обязательно можно использовать, и нужно. В некоторых случаях Юрведа предписывает вообще не браться за лечение людей, если ты видишь, что их болезни неизлечимы. И, соответственно, я практикую. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот у нас все-таки передача «Женская гостиная», да, мы все про общие какие-то вещи, вот для женщин, Николай, дайте нам каких-нибудь рекомендаций, чтобы женщине быть здоровой, счастливой. И расскажите, я знаю, вы, к вам женщины обязательно должны обращаться, вы такой импозантный, интересный мужчина, с вами так приятно разговаривать. Ну, вообще, если человек и Луна в первом доме, то женщины к вам должны стремиться, безусловно. Вот он сразу от стеснения выключил свою камеру, я смотрю. Она выключилась? Она выключилась именно в тот момент, когда Настя сказала, что вы такой импозантный весь из себя. Камера сразу выключилась, и показалась фотография в белом халате. Сейчас работает, да. Сейчас все в порядке, да. Вот, ну, спасибо большое. В общем, Луна в первом доме, конечно, заставляет иногда принимать комплименты от женщин. Ну, в общем-то, могу сказать, что это все просто, как говорят, красота в глазах смотрящего. Вот, поэтому все это о вас, конечно же, Анастасия. Благодарю, я как восходящий нос могу понять. Вот. Как бы, отвечая на ваш вопрос с рекомендациями, хочу закончить вот это с предназначением и какими-то вот такими базовыми ценностями, да. То есть, есть вещи, которые, ну, по своей статусности выше астрологии, это цели. И вот в Чаракасамхите говорится, что человек должен иметь три последовательных цели. Первое – быть здоровым. Это, как бы, ну, приоритеты, призма, через которую мы смотрим на этот мир, принимая решения. Первое – быть здоровым. Второе – быть богатым. Третье – быть, ну, там, духовно-морально развитым человеком. Почему в такой последовательности тоже объясняется? Потому что, если человек здоров, то, соответственно, ну, его ничего не беспокоит. Он может заработать себе на хлеб, там, на крышу над головой. Если он заработал себе и богат, то он спокоен, может поддерживать себя, свою семью. И может спокойненько, без лишних беспокойств, ну, как-то заняться духовностью в умиротворенном состоянии сознания. Если же эти принципы или цели перевернуты, ценности, то человек неизбежно будет молиться о том, чтобы у него было здоровье и было богатство. Ну, понимаете? Он не будет Богу просто так молиться, там, с благодарностью, а он будет пытаться решить свои вот эти проблемы. И множество раз я людям объяснял это, то, что очень важно поставить здоровье на первое место, на второе богатство, на третье и только на третье духовность. Это не делает его менее значимым. Все эти цели очень важны. Но, принимая решение, пойти мне сегодня, ну, или переехать мне в другую страну или нет, ну, к примеру, да, я задам себе три вопроса. Буду ли я там более здоров? Если да, то идем дальше. Буду ли я там более богат? Да, да, идем дальше. Буду ли я там более духовно или морально как-то обогащен? Если на три этих вопроса я отвечаю да, то я еду. А если на первом вопросе я спотыкаюсь и говорю, что нет, там здоров я не буду, нет, богат я не буду, но там я буду свят, я туда не поеду. Потому что все это не имеет значения, так как лишившись здоровья и богатства, человек теряет смысл молиться какой-то такой божественной идеей. Он просто будет молиться о материале. И далее что? Это очень важно для женщин, выбирая мужа себе. Да, вот это, кстати, очень важный вопрос, потому что, вот я когда читаю тексты, да, там все для мужчин рекомендации, ну, потому что в древние времена, конечно, женщина имела, ну, немножко другую роль, да, это как там, для женщин, что нам делать-то, чтобы... Ну, тоже, знаете, тоже Анастасия, ну, не всегда так считали, там, другую роль, не другую роль, например, там, Кунти, она управляла государством. Ну, знаете, ну, знаете, женщины, это, надо сказать, в исторической вот ретроспективе много наслоений произошло. А так, если вот почитать, например, Бавишья Пурану, так там вообще размышляет мудрец, что какая разница, в чем отличие между людьми. Там, мудрецы какают, какают, там, другие люди, там, женщины то же самое делают, то же самое. И те потеют, и те потеют, и те гневаются, и те гневаются. Мы одинаковые. Вот это очень важно. Нет, я с вами не согласна. Подождите, подождите. Смотрите, когда, а вы, давайте, давайте теоретически примем, что мы одинаковые. У нас одинаковые с вами цели. Мы хотим, вы хотите быть здоровым. Я хочу быть здоровым. Вы хотите быть богатым. Я хочу быть богатым. Вы хотите быть духовно развитым, ну, и морально устойчивым человеком. И я хочу. В чем разница вот в этих высших целях? Другой вопрос, мы с вами можем иметь разные подходы к достижению этих целей. Ну, например, там, здоровье, понятно, да, мы как-то следим. Одинаково с вами мы следим за своей гигиеной. Там, богатство. Ну, у нас разные подходы богатства. Понятное дело, что женщина в силу своей слабости, красоты, имеет какие-то преимущества, ну, и какие-то недостатки. И подстраиваясь под это все вот существование, она может там где-то улыбнуться кому-то, там где-то как-то легче и дается что-то. У мужчины по-другому. Ну, суть в том, что мы используем какие-то механизмы и мужчины, и женщины. Я к чему это все говорю, что существует два кардинально противоположных подхода к воспринятию себя и состоянию счастья в том месте, в котором мы находимся. Один из них, который ведет к страданиям, это анализ. Анализ – это разделение, это поиск разностей. А давайте поговорим о том, в чем разница между мужчиной и женщиной. А вы знаете, вот вы делаете так, а мы так. У вас то-то, а у нас то-то. У вас еще это, а у нас совсем по-другому. Это все разрушает отношения. Мы становимся дальше друг от друга. Мудрый человек объединяет. А давайте поищем, что у нас есть одинаковое. И когда мы найдем, что мы с вами полностью одинаковые, то нам с вами станет очень легко общаться и понимать друг друга, разделять ценности, поддерживать друг друга. Понимаете, найти друг друга станет легче, потому что женщины, которые думают, что мужчина с Марса, «Господи, я с Венеры, что делать? Мне нужен переводчик, чтобы он перевел с их языка на мой». Это все полный бред. Это разрушает отношения. Найдите, выпишите себе 150-200 пунктов единства, в чем я похожа с мужчиной. Вообще люди все похожи, у нас одинаковые ценности. И когда вы так думаете, ну это, наверное, моя луна в первом доме, которая привлекает женщин, она дает вот этот мотив говорить об этом, потому что действительно у меня нет проблем в отношениях ни с женщинами, ни с мужчинами. И я пытался проанализировать, в чем же секрет. И, в общем-то, вот именно в этом есть такая концепция Адвайта в Аюрведе. Недвойственность. Вот, пожалуйста, женщины, если вы меня слышите, хотите счастливой семейной жизни, хотите гармоничных отношений, и как-то вы чувствуете себя, ну, в общем, не одной, и не разделенной на Венеру и Марса, и еще какие-то выдумки, вот, не анализируйте, синтезируйте, объединяйте. Всегда, когда вы видите человека, мужчину, женщину, неважно, смотрите и видите единство. В чем вы похожи? У вас два глаза, у него два глаза, вот там зубы, волос, лоб, все-все-все-все-все-все, одинаковые. Сразу становится легко. Никаких сценариев, ну, все заложено в мире. Главное, не отделяться. Не отделяться, а объединяться. Понимаете? В этом важный, ну, важный секрет. В этом. Не слушайте того, кто учит вас разделять. Это интересно. Это интересно услышать, в чем разница. Но какой в этом смысл? В этом нет никакого смысла. Просто объединяйтесь, и все. И ищите то, что одинаковое. Ну, нету разницы. И вы думаете, и мы думаем. И вы смотрите, и мы смотрим. Какая разница? Нет никакой разницы. И вы хотите есть, а мы. И все одно и то же. И тогда становится все ясно. Тогда я вот жене своей говорю, понимаешь, Дана, у нас с тобой одинаковые цели в жизни. Мы с тобой. Ты хочешь быть здоровой. Я богатый, духовный. Все мы хотим одного и того же. Давай просто. Ты хочешь спокойствие и я. И мое спокойствие и твое спокойствие приведет к миру и счастью. Поэтому, ну, если у нас все одинаковое, то о чем нам можно, в чем нам можно не соглашаться, в чем нам можно не понимать друг друга. Нету таких пунктов в жизни, в которых бы мужчина и женщина не понимали друг друга, когда они чувствуют свое единство. И это единство не зависит от того, рядом вы с человеком или нет. Это единство зависит от того, от вашего сердца, от вашего состояния сознания. И тогда открывается внутренняя красота. Когда вы, ну, как в Бхагавадгите говорится, что неразумные люди, они думают, что высшая душа разделена на множество тел, которые ходят. Но суть в том, что это все едино. И когда вы это понимаете, когда вы понимаете, что мы все одинаково божественные, красивые, там, одной природы, одной природы, понимаете, нету разной природы у мужчин и женщин. Она одна. Одна, единая. Тогда вы сразу сначала там внутри чувствуете это объединение, потом весь мир перед вами. Николай, ну вы просто меня вдохновили. Вообще потрясающе. Неожиданно у нас так развернулся эфир. Действительно, здоровье тела, ума и души. Но все-таки давайте, вот прямо у нас пять минут осталось, каких-нибудь практических советов для женщин. Давайте. Давайте. Смотрите. Ну, неважно. Как вы уже поняли, как бы и мужчинам, и женщинам одно и то же. Дайте женщине выпить стакан спирта, и мужчине произойдет одно и то же. Но в целом, конечно же, в силу снова же определенных физиологических особенностей, да, у женщины... Физиологические есть. Да. Все-таки есть некая разница там, ну, что и как. Вот для женщины очень важен вот этот аспект красоты, оджеса в аюрведе. Поэтому в Чаракасамхите есть раздел афродизиаки. Ой. Сейчас я вернусь. Да-да-да, ничего. Вы говорите. Есть раздел афродизиаки. Ну и... Алло, слышно меня? Да-да-да, я слышу вас. Ага. Да, есть раздел афродизиаки. В общем, и говорится о том, что мудрый человек должен каждый день принимать афродизиаки. Но афродизиаки – это не что-то такое, что потом хочется бросаться на всех мужиков, которые ходят рядом от полового перевозбуждения. Нет. Афродизиаки – это то, что как раз подпитывает ваш отжас. Ну, понимаете, вот это либидо. Когда вы влюбляетесь, помните вот это ощущение, все классно, все надо делать, ну и все, и весь мир, в общем-то, гормонами заполнен, да, там, бурлит все. Вот такое состояние надо вызывать искусственно посредством, ну, вот, правильного питания. И один из рецептов, который, ну, легче всего, наверное, применить в жизни, я его рекомендую, это сладкий рис. То есть вы берете там 200 грамм молока, пару ложек столовых риса, сахара, ну, там, ложку-две. Все это варите долго, рис разваривается, ну, можно молока там чуть побольше, 250-300 грамм. Все это хорошо разваривает их, и получается такой, как бы, рис разваренный в большом количестве молока, сладкий. Туда можно добавить немного кардамона. И вот эту штуку нужно пить на полдник, между обедом и ужином. Когда вы делаете это постоянно, то отжаз, или вот эта сила, она накапливается, белки становятся белее, кожа начинает сиять, и, в общем-то, сознание становится более мягким, ну, в общем, красота начинает исходить от вас. Для того, чтобы отжаз еще, как бы, повысить, да, или сделать его более чистым, важно употреблять пищу, которая слабит, слабительная. Ну, это свекольный салат, например. Ну, какая-то пища, которая послабляет, ее нужно включить в ежедневный рацион. Или делать какие-то вот процедуры, там, раз в неделю может выпивать слабительное, чтобы лишний огонь из себя выводить. Далее, важно всегда помнить о вкусах, которые мы употребляем. Их шесть, и они связаны с элементами, которые в конечном счете связаны с гунами. Есть благость, страсть, невежество, потом эта благость, страсть, невежество делает пять первоэлементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Соответственно, земля – это невежество, эфир – это благость. Потом из этих элементов появляются вкусы. Горький, острый, вяжущий, соленый, кислый и сладкий. Соответственно, сладкий. Сладкий вкус – это комбинация земли и воды. Она отсылает нас к невежеству, потому что земля – это невежество. Сладкий вкус – это земля и вода – тоже невежество. Когда мы едим сладкий вкус, мы наполняемся невежеством, это нормально, потому что наш организм – это 80% невежества, потому что земля и вода, которая в составе, она предопределяет. Невежество – это неплохо, но надо всегда помнить, что если вы переели этого невежества, то это хуже. Горький вкус – это сатва, потому что он состоит из эфира и воздуха. И поэтому по Аюрведе нужно есть сначала сладкое, а потом горькое. Сначала вы едите тяжелое, холодное, и все-все-все-все такое, сладкое. А завершаете свой прием пищи простым приемом каких-то горьких или острых вещей. В Индии обычно едят какую-то масалу, набор специй, пожевали что-то остренькое такое, должно быть на языке, чтобы разжечь огонь пищеварения, тогда вы будете себя всегда чувствовать легче. Трикату. Да, можно трикату. Три перца вот обычно так едят. Что еще могу сказать из таких пожеланий? Ну, лишний вес – большая проблема для некоторых. Кстати, если сладкий рис, то насколько с лишним весом здесь не будет проблем? Ничего страшного. Смотрите, есть 8 причин лишнего веса в соответствии с аракасамхитой. И одна из них самая банальная, но не обращаемая на нее внимание, то, что лишний вес появляется по причине высшедшей из равновесия вата-доши. Вата, в свою очередь, когда перевозбуждена, разжигает огонь из лишней, агния увеличивается. Когда агния увеличивается, человек хочет есть больше. Соответственно, он начинает есть. Если мы посмотрим, где вата находится, то мы поймем, что это толстый кишечник. Соответственно, чтобы вата не выходила из равновесия, толстый кишечник должен быть заполнен. Это как минимум. Каловые массы имеют два предназначения. Выводить токсины и ставить барьеры для ваты в толстом кишечнике. Для того, чтобы снизить вату и прекратить процесс обжорства, набора веса, нужно начать питаться 5 раз в день. Чтобы в кишечнике все время была пробка. Николай, я прошу прощения, у нас уже с вами время заканчивается. Уже совсем закончилось. Но я так чувствую, у нас есть еще о чем поговорить. Хорошо, да. На самом деле, если вы позволите, я вас с удовольствием еще приглашу. Потому что, в принципе, я вообще люблю разговаривать о том, о чем я сама немножко разбираюсь, и мне интересно. Я вас благодарю. Огромное вам спасибо. Очень у нас интересный эфир получился. И я надеюсь, вы придете к нам еще в гости. И мы с вами еще побеседуем, особенно о питании, более как раз детальном, именно о аюрведическом питании. И я хочу сказать, что у нас сегодня была программа «Женская гостиная» в эфире радио «Сангейтс». Мы выходим в эфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Можно нас слушать круглосуточно на интернет-портале «Сангейтс.com». Спасибо огромное. У нас сегодня был аюрведический доктор в гостях, Николай Бондаренко, владелец и главный специалист аюрведического центра «Аюрведа Гуру» в Сочи. И вы можете информацию посмотреть у нас в социальных сетях и на сайте о Николае. Николай, и если у вас какие-то возникли вопросы, то пишите, мы обязательно их передадим. Николай, он, мне кажется, с удовольствием нам поможет и ответит. И наверняка еще к нам придет в гости. Спасибо. А я еще хочу добавить только наши координаты, на всякий случай. Ну, во-первых, это телефон до эфира, во время эфира и после эфира. 847-226-9956. У нас есть скайп, «Сангейтс», солнечный оборот на конце буквы «С». «Сангейтс 1.0.8», ну, и «Тройное даблью», «Сангейтсрадио.com», «Сангейтсрадио.com». Там можно тоже оставить свои какие-то замечания. Ну, и, как правило, там есть все программы. Ну, а на Фейсбуке, на Ютьюбе они есть без сомнения. И эта программа тоже появится в ближайшее будущее, появится на Ютьюбе и Фейсбуке. И те, кто пропустил эту программу, ну, могут с ней ознакомиться. Настя, большое спасибо. Николай, большое спасибо. Дорогие друзья, которые слушают нас на нашем интернет-портале радиоцентра «Сангейтс». Благодарим вас за внимание. До новых встреч. Завтра у нас будет два эфира очень интересных с доктором, кстати, традиционной медицины. В старой закалке врач доктор Увайдов. Так что оставайтесь с нами. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова